Ей 80, но несмотря на возраст и болезнь, пенсионерка находит в себе силы заботиться о других. У Тамары Климина из Новомихайловки Донецкой области десятки подопечных. Женщина, как может, поддерживает односельчан, ветеранов, инвалидов. В прифронтовом селе их около сотни. С пакетом Тамара Климина идет в местный дом ветеранов. Уже не первый год женщина навещает обездоленных. Приносит угощения и поддерживает добрым словом. Знаю, в каких они условиях живут. Мне их всех жалко. Жалко. Я их всех вот так вот обогрела. Здесь одинокие старики доживают свой век. Я жену поховал год как раз. А самому нельзя. Оно всегда тяжело, когда потеряешься. Вы поняли меня. Поддержка для этих людей – самое главное. Помощь продуктами оказывает штаб Рината Ахметова. В дом ветеранов и дом милосердия регулярно доставляют несколько десятков наборов выживания. А приезжая в Новомихайловку, за один раз мобильные волонтеры выдают более 350 пакетов с продуктами для стариков, инвалидов и многодетных семей. Спасибо, что отзывчивость есть у людей. Посещая такие учреждения, однажды Тамара Михайловна встретила Сергея. Мужчина-инвалид. Остался без средств к существованию. Люди подсказали, что у Новомихайловки есть больница, в которой можно зиму перезимовать. А тут познакомился с Тамарой Михайловной. Но забрать его из больницы могли только родственники. Тогда Тамара нашла выход. Не раздумывая, подала заявление в ЗАГС. В 2014-м они вдвоем пережили немало страшных дней. Я уже спала. Выстрел. Я соскакиваю из постели. Вот так, ходуном. Стресс получила. Вскоре у пенсионерки обнаружили сахарный диабет. Много денег уходит на лечение. Но Тамара Михайловна знает, без еды не останется. Женщина регулярно получает гуманитарную помощь. Ренат Ахметов продуктами помогает. А это много значит. Я ему благодарность выношу. Выношу свою материнскую. Штаб Рената Ахметова поддерживает самые уязвимые категории населения. За время работы гуманитарной миссии на Донбассе помощь получили почти 57 тысяч инвалидов. Пенсионерки продукты из набора помогают соблюдать особый режим питания. А я открываю и на бутербродик, на завтрак. Мне же до 5-6 раз надо покушать, потому что сахар не дает такой возможности голодом ходить. Часть продуктов Тамара Климина откладывает в отдельный пакет. Завтра она вновь пойдет в Дом ветеранов. Оксана Корчма, Александр Шмырев для телеканала Донбасс.